МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Поговорим сегодня о транспортировке удилищ, а точнее об их безопасной транспортировке. Очень часто при покупке удилища, когда вы видите такой замечательный колпачок на удочке, вот еще видите такие кольца, они почему-то за пределами колпачка находятся. Часто мне в ремонт приносили палки с оторванными кольцами. Я говорю, как, чего, что-то как случилось. Ну, все просто. Все, что за пределами колпачка, оно не защищено. У стонфа есть замечательная вещь, которая сохраняет кольца в целости и сохранности, полностью, ну, вот образом. Ничего лишнего не торчит. А самое главное, что колпачок затягивается на удилище резинкой, которая фиксируется намертво. То есть не обязательно его до упора доводить. Его можно сфиксировать на удилище, чуть-чуть не доводя до тюльпана. Тем самым, предотвратив и его поломку. Фиксатор очень тугой и надежный. В общем, все. Зазор есть. Все держится. А для того, чтобы удочку высвободить, надо просто сдвинуть фиксатор в сторону. И резинки легко ослабляются. Вещь весьма полезная, особенно, когда снасти не дешевые. В целомстве и сохранности три варианта колпачков. Есть в зависимости от формы, ну, и количества колец, допустим, для телескопических мочевок, есть вытянутые колпачки. Ну, и для удочек, допустим, если это самый большой, он даже на 6-метровую удочку станет, то для четверки достаточно, полуточка и поменьше. Стоит недорого, но пользу приносит огромную. Еще одна необходимая вещь, ну, это уже для транспортировки многочастных удилищ, ну, какого-то, например, мочевка, ну, или фидер. Три колена, которые можно связать вместе, ну, если ездит не одна удочка, а несколько в одном чехле, соответственно, свой штатный чехол, он уже, как правило, не используется. Или когда удочка везется в оснащенном состоянии, а с мочевкой это происходит практически постоянно, потому что на водоеме оснащать долго, вот, а дома оно делается с комфортом, поэтому удочку уже оснащенную можно привезти на водоем. Для этого есть вот такие специальные стяжки для удилищ из неопряма в коврик. Не травмируют удилище, держат достаточно плотно и крепко, потому что неопряма немножко тянется, соответственно, плотно сжимают все колена. Двух таких стяжек с липучкой достаточно, чтобы удочка компактно ехала в чехле, и ничего с ним не произошло. Опять же, экономить на таких вещах не советую. К комфорту на рыбалке прибавил во много раз. ПОЛОТ ИВАНИЕ В САУ ДВХОР ÉD ПОЛОТО В НАПaff ДВХОР В НАПaff ДВХОР Продолжение следует...